Седьмого августа в Новосибирском музыкальном театре состоится открытие сезона, праздничная программа с участием вокального ансамбля «Ник». У нас в гостях Анна Фрокола, музыкальный театр. Доброе утро. Здравствуйте. Все правильно сказал? Ну, почти. Седьмого числа у нас открытие касс. Для нас это уже несколько лет. Это не сезон? Нет, 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 еще рано. А, это при пати такое, да? Да, можно так сказать. Open Air такой легкий, с музыкой, с призами, с шутками и со всем остальным. То есть это будет не внутри? Нет, нет, нет. Внутри, я могу сказать, что на сцене даже артистов еще пока не пускают. И в театр только так вот можно зайти, поздороваться. Интересно. Вот, это да, чтобы театр тоже от нас отдыхал, а не только мы от него. Это будет официальное открытие касс, которое состоится в 5 часов вечера. Хотя кассы будут уже с 10 часов утра открыты. Там какие-то уже призы первым покупателям. И это будет праздник. Для нас он уже, наверное, третий год проходит. И танцы, конкурсы, наши любимые зрители, которые соскучились по нас. И я думаю, что это будет весело и шумно. Я так понимаю, что это будет где центральный вход, да? Да, 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 на лесенке, на нашем любимом крылечке. Мы так и называем концерт на крылечке. И приходим всегда так. У нас закрытие сезона и открытие кассы обязательно. И открытие даже сезона, когда это получается, когда дождик нам не мешает, то мы обязательно выходим на улицу и радуем не только своих зрителей, но еще и всех желающих в парке, получается. И можно будет уже приобрести билеты на спектакли, которые состоятся в новом сезоне. Да, у нас театр идет много со временем. Мы собираемся и делать большие абонементные программы, которые на самом деле выгоднее, скажем так, покупать нашим зрителям. И какие-то определенные циклы, которые тоже, допустим, любителям мюзиклов или любителям опереты классической. То есть театр старается как-то идти за пожеланиями своих зрителей. А вот этот вот ансамбль, вокальный ансамбль МИК, какой репертуар? Мы существуем уже, наверное, три года под крылом. В 2015 году ансамбль впервые выступил при публике. Вот такая у меня информация. Ну, можно и так сказать. Официально, может быть. Мы очень любим советские песни. Мы очень любим классику опереточную. Мы вообще на самом деле очень любим просто хорошую музыку. Поэтому все больше и больше развиваемся и очень любим перерабатывать, обрабатывать. У нас для этого есть замечательный композитор Александр Лукан. У нас все есть и ребята замечательные. И мы очень любим делать что-то свое из чего-то чужого. И при этом не теряя стиля и музыки. Уже прям хочется чего-либо. То есть вы исполняете песни не только, которые в репертуаре, допустим, театра, да? Или вообще-то там таких песен нет? Мы вообще стараемся не трогать репертуар театра, да. Соответственно, у нас советские какие-то песни, там, начиная от и военной песни. И по пожеланиям нашего театра, и по пожеланиям, может быть, и даже иногда своим, мы какой-то музыкальный пласт поднимаем и вот его с удовольствием развиваем. Например, нужна была программа на 9 мая. Нам очень захотелось сделать это. Мы взяли военные песни, собрали большой микс, собрали сольные номера. Получилась замечательная программа. К нам пришли зрители, и мы выступили, ну, давно еще, на крылечке своего театра. Вот все порадовались. Ну и так, по необходимости. Аня, споете нам что-нибудь? О, боже мой. По утрам обычно... Чуть-чуть немножко фрагментик. Обычные артисты говорят, ой, боже мой, я еще не... У меня голос еще не проснулся. Что же вам спеть? Совсем недавно вспомнила, поскольку лето, вспомнила, как я в лагерь ездила от нашей школы. И там было очень много хороших песен. Сейчас я что-нибудь попробую вспомнить. Ну, простите, если что-то будет, товарищи знакомые. Конечно. Ну, конечно, но все нормально. Разбросала косы русые береза, раскраснелись, щеки сильно от мороза, дым на крыше тонкой ниточкой струится. Значит, будет песня лица в темноту январской ночи. По старинке ноги в валенке обую и по снегу. Как по звездам в ночь уйду я, там, где ветер тихо хлопает калиткой. По дорожке лунной зыбкой я приду к друзьям старинным. Ну, как-нибудь так. Классно, классно. Анна Фроккола, Новосибирский музыкальный театр. Вернемся в студию после рекламы. Анна Фроккола у нас в студии на пятом ряду, четвертом месте, Новосибирский музыкальный театр. Значит, 7 августа открытие кассы, будет праздничная программа, мы всех приглашаем. Сейчас давайте, Аня, поговорим про вас. Как вы вообще оказались в нашем всеми любимом Новосибирском музыкальном театре? Как-то с течением обстоятельств. Вы из Новосибирска? Да, я Новосибирская. Музыкальный колледж один курс, потом театральный институт, потом консерваторий. Пока мы учились, я очень часто ходила в театр. И даже однажды меня одна из билетёрш, ой, а вы, наверное, дочка кого-то. Я говорю, нет, нет, что вы, что вы, я просто зрительница. Ой, я вас так часто вижу. И на последнем курсе консерватории меня позвали в труппу. И я целый год ещё на пятом курсе участия отработала уже в ряду людей, на которых смотрела и почти что молилась. Ну и всё. И дальше осталось. Теперь каждый год вот приходим трогательно на сбор трупп и ощущение каждый раз, что это в первый раз, если честно. Как в Новый дом, как в родной дом. Люблю тебя свою профессию. Люблю себя. А как профессии повернулись вы вообще? Причём именно с музыкальным уклоном сразу, да? Ну, мама говорила, что я всегда была с детства в каждой бочке затычка, на всех праздниках в детском саду, картовая вставала и рассказывала все стихи, всё, что нужно было. На самом деле я благодарна судьбе, я даже не напрягалась. То есть всё шло именно к этому и шло, наверное, само собой и при помощи людей, которые оказывались вокруг, рядом в нужную минуту. И просто чуть-чуть подталкивали дорогу, потому что я даже не могу сказать, что задумывалась и мечтала об этом. Просто всё шло к этому. Когда сами в качестве зрителя посещали музыкальный театр, был любимый спектакль? Первый раз мы пришли с папой в мускомедию тогда ещё. Это был праздник 8 марта. И была какая-то концертная программа, мужчины выходили, пели, пели романсы. Помню Вальвачёва, заслуженного нашего артиста. Он пел дважды романс «Скажите, девушки, подружки, ваши» дважды на бис. Женщины кричали и плакали в зале. Вот, это было очень трогательно. А это было давно. Какой был вопрос? Любимый спектакль. Спектакль, да. Был один любимый спектакль, который я ходила просто вот как могла. Это была свадьба Кричинского колкера. Я счастливый человек. Я видела обоих главных героев. И Александра Тимофеевича Воскребенцева, и Михаила Михайловича Михайлова. Это, конечно, были два потрясающих артиста, в смысле исполнителя этой роли. И вот Александр Тимофеевич потом стал моим партнёром. Первым в первом моём очень серьёзном спектакле «Хаджана Средин», который сейчас идёт в музыкальном театре. А сейчас в качестве зрителя получается посещать театр, другие театры? Счастливый человек, потому что мне не хватает на это времени. Всё время репетиции и спектакли. Но иногда, да, получается, совсем недавно мы были в «Глобусе». Но это уже было, я уже закончила сезон, были в «Глобусе», на-на-на-на-на-на-на, на «Игроках». Мне очень понравилось, спасибо моим коллегам, было хорошо, я получила удовольствие. А когда смотрите «Чёрный спектакль», тогда бывает желание, что «Ах, я бы вот сейчас вышла, я бы вот так вот сделала». Это нормальное желание для всех, мне кажется, артистов, очень сложно абстрагироваться, очень сложно. Иногда приходишь на какой-нибудь спектакль, вот я была в старом доме на спектакле Пермского театра «Под мостом», на ней говорится «Под мостом». Прекрасный театр просто, и очень захотелось вдруг, может быть, поменять немножко направление. Хотя они, конечно, не музыкальный театр, без музыки я прожить не смогу, но иногда прям вот хочется, вот чуть-чуть побыть, допустим, в каком-то другом соке, в другом вареве. А есть роль, которую хочется сыграть? Наверное, масса ролей. Всё вокруг, всё, что я читаю, всё мне очень... Что-нибудь из драмы очень хочется сыграть, что не относилось бы к музыкальному театру, просто настоящее какое-то литературное произведение. Например? Может быть, современное что-то. Мне очень нравится пьеса Ольги Мухиной, но это очень современная драма. Вообще было бы интересно что-нибудь такое попробовать. Посмотрим. С кем из известных актёров хотелось бы сыграть? Из новосибирских? Вообще. Я просто млею перед Хабенским, перед его талантом. Мне очень нравится Машков, но работать с ним на одной сцене я даже не представляю какое-то. Вообще, на самом деле, новосибирское... Они же не поют. Это не важно. На самом деле, когда артист хороший, он может научиться всему. И жонглировать, и стоять на руках, ногах, на ушах, все что угодно. Вы это всё умеете? Да, вы не хотите пожонглировать. Есть три предмена одинаковые. Только телефоны. Вот так вот апельсины и пропадают из студии, понимаете? Я шучу, шучу. Хорошо. Какие планы? Планы. Дальнейшая творческая деятельность. И даже планов не хочется строить. Вот хочется, чтобы всё... Вот судьба поманила щёлкнула пальцем. И чтобы вот как собака-хаска вперёд. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Мне нос по ветру держать. Да-да-да. Всё устраивает? Если всё устраивает, то ты перестаешь развиваться. Если тебя что-нибудь не устраивает, что-то колет, то это прекрасно, потому что это шаг вперёд. Это твоё движение. Ты, конечно, можешь остановиться и сказать, ой, у меня это не получается, это делает лучше. Но гораздо интереснее сказать, я смогу, надо попробовать. Вы участвовали в придумывании названия нового театра? О-о-о. Я просто участвовал. Я тоже отсылал свой вариант названия. Мне просто интересно, если у вас был свой вариант какой-либо. Не помню. Нет, я помню, что мне что-то понравилось, типа Амальгамбры, что-то такое было. Но я не представляла, как, возможно, театр назвать таким странным. Ну да, это сложно. После мускомедии, что мы попадём в... Куда Амальгамбры? Амальгамбры. Это вот название раньше Центрального парка. А-а-а, потому что... Да-да-да, там всё завязано на истории. То есть наши зрители и желающие все понимали историю, читали книжки. Ну и вот оттуда появились. Чего только не было. Я там читал столько всяких вариантов. Ну нет, я считаю, что нормально. Да. Пока привыкают, если честно, зрители. Немножко ещё иногда так-сяк. Но поскольку всё уже точно. И по всем бумажкам, и по всем шарикам. Ой, у нас была недавно очень смешная история. Хотя она ещё не в плане. Просто на закрытии сезона у нас остались шарики. А шарики были новосибирской музыкальной комедии. Но мы, как честные люди, не могли ничего сделать с ними, кроме как отправить в небо и в будущее. Потому что теперь у нас будут шарики Новосибирский музыкальный театр. Просто отпустили всё. Да, да, да. Минут, чтобы детям разговаривать. Вышли дети. А, ну и вышли. Да, и на последней песне, пока мы пели, они их выпустили в небо. Но самое смешное, что куча шариков, то есть там три связки, по-моему, было. Одна связка задержалась. Она зацепилась за фасад театра. Её дружно пытались это драть. Не хотела. Не хотела. Но улетела всё-таки. Так что всё хорошо. Очень так. Идём в будущее. Летим в будущее. Актриса Новосибирского музыкального театра Анна Фрокова у нас в студии в гостях. И это ещё не всё. Уже было много историков. Там была не смешная. А сейчас мы хотим какую-то, да, ещё одну историю. Что же вам рассказать? Обычно истории смешные происходят, либо когда кто-нибудь что-нибудь забывает, либо когда у нас у аппаратуры магнитный буря. Вот это вообще весело. Потому что раньше, когда в театре всё было на ручном управлении, это были люди. Соответственно, какие-то человеческие факторы были, не были. А тут, поскольку всё вперёд, вперёд, техника. Теперь у нас техника вся электронная, вся слишком умная, цифровая. И играем мы спектакль «Тётка Чарли» как-то. Замечательный зал, все принимают, смешная комедия. И вдруг у нас ближе к середине спектакля появляются все-все-все персонажи на сцене и одна из центральных сцен. Значит, и в этот момент у нас внезапно весь свет исчезает со сцены. Мы оказываемся в полной темноте. У нас горят маленькие-маленькие лампочки, которые на краю сцены. Чуть-чуть совсем. И два человека, которые наши световые... Световики. Да, световики. И они в ужасе понимают, что кроме их, вот этих световых пушек, некому даже нам помочь. И мы до самого антракта минут 15 играли в полной темноте. И бедные наши световики не делали так. То есть, как только у кого-нибудь реплика, они знают спектакль. Они бегом на него свет вдвоём. Потом кто-то другой отвечает. Бегом такие перебежки. Но это было бы ещё ничего. Мы, конечно, в овации закончили, вышли на антракт. Второй акт начался при свете, потому что пульт перезагрузился. Он смог как-то это своим электронным мозгом сделать. Самое смешное, что у нас выключился дальше свет во втором акте. И так мы сыграли. Мы смеялись, как не могли. Главное, что с дублика всё равно осталось довольны. Они понимают. И это спасибо большое. Бывает такое. Но мне кажется, что это тоже запоминается для зрителей. Конечно, конечно. Мне кажется, это вообще можно было подумать, особенно во втором акте, когда это произошло, что это запланировано. Так задумано просто. Да, у нас эксперимент. Здорово, спасибо. Анна Фрокова, Новосибирский музыкальный театр. Спасибо. Ещё раз спасибо.